Всем приветик! Четвертая часть белья и тут сборная солянка. Я так поняла, что у меня просто не поместилось все в те контейнеры. И тут в основном черное белье и то, что я потом уже докупала. Итак, начнем. Вот такие стринги с кружевом классическим сзади. Ничего необычного. Вот это моя самая обожаемая модель. Я не знаю, сколько их у меня в запасе. Покупала в Китае и это самые шикарные трусики, которые у меня вообще есть. Хотя тут может все вот это просто слететь. Оно высовывается, но их вообще незаметно. Никак просто. Так, уже были такие не одни с вот такой вот сеточкой китайские. Кстати, вот я нашла трусики с другим дизайном. В прошлом видео были с ангелочками, но тут ничего на попе нет. Надо их начать как-то носить. Так, знакомая опять модель. Спереди так, сзади с вот такой вот полосочкой. Красивые трусики. Но они практичные, опять же, под юбку, если только. Вот эта вот оборочка, она не совсем практична, конечно. Так, вот такие трусишечки. С вот такой вот огромной нашивкой. Не знаю, зачем я их взяла, если честно. Немножечко непонятно. Трусы явно для дома, потому что тут куча вот таких вот прибавляющих объем складочек. Но они такие милые, я не могла их не заказать в Китае. Так, трусики тоже, по-моему, из Китая. С такой красивой сеточкой. Шикарнейшие. Так, какой-то закос. Наверное, под Викторию Секрет у меня имеется из Китая. Вот такая вот моделечка. Это точно китайские кислотные бесшумные трусики. У меня есть юбка точно такого же цвета. Прям очень подгадала я. И вот я под нее почему-то решила бесшумные такие же купить. Так, китайская красненькая модель. Стринги затесались сюда. Ох, когда-то модные и популярные. Сколько же я их назаказывала. Такие вот с персиками всякими. Их, кстати, отшить тяжеловато. Его видно, если одежда облегающая. Вот такие классненькие трусики. Очень такая приятная тут ткань. Так, далее. Красота. Вот такая. Это вообще просто красотонки. Такие укладушки классненькие. Так, такие у нас уже были только голубые. Есть такие же еще и белые. Обожаю. Так, любимые мои комплекты. Покупаю их по три штуки. Они идут в магазине. Вот такие высокие трусы. Ну, сами знаете, для каких дней такие трусы очень сильно нужны. Менять их легко, потому что стоят они бюджетные. Знаете, не жалко. А я люблю, когда трусы не жалко, когда их часто меняют. Так, классические, опять же, беленькие, без всяких нашевичек для дома. Прикольненькие хлопковые стринги. Спорт написано. Не знаю, как это вообще соотносится. Очень какие-то плотные, необычные трусы. Все вроде бы как моей любимой лапшичкой, но они такие плотные и хорошо тянутся. Так, девчонки, опять модель, которая уже мелькала. С вот такой попой. Следующие трусики. Тоже уже были высоковатые. С такой вот штучкой сзади. Так, что дальше? Такие хипстеры обыкновенные. Хлопковые. Тоже это все всегда мне надо. Я белье не люблю замашивать. Прямо, знаете, там, чтобы оно просвечивалось. Такие черно-серые с дырочками. Я люблю чаще его выбрасывать, менять. Мне как-то тогда спокойнее. Так вот такие тоже у меня уже были оранжевенькие. Теперь черненькие. Естественно, как же у меня черные трусики не будут бесшовными. Они носили. Даже видно, что они маленькие, даже не растянулись. Также у меня есть вот с такой же штучкой. Только на попе более как стринги. Мне просто этот дизайн понравился. И я их накупила. Китайские трусики с кружевом и хлопок сзади. Черные сложнее всего показывать, как оказалось. Тоже китайские. Много у меня таких одинаковых стринг. Прикольненькие такие вот трусики. Они светятся. Тоже в другом цвете уже были. Давайте что-нибудь цветную. Как-то черные-черные. Такие трусишки из Китая. Тоже для дома. Они очень, конечно, объемные. Тут все вот эти шторочки, штучки. Вот так. Опять же, знакомые трусики с сердечками сзади. Во всех цветах у меня, наверное, есть они. Вот такие прикольненькие трусики. С такой нашивочкой красивой. Опа, Светочка. Так. Такие трусишки. У меня их штук 20. Очень мне нравятся для дома. Вообще класс. Вот еще и в запасах есть. Пока что нашла только три. Ух ты, попадаются мне вот такие прикольные с кожей. И тут еще кожа. Ух ты, какие необычные. Я, блин, даже и забыла. Так, далее. Высокие зеленые трусики. Тепленькие, хорошенькие. В принципе, для зимы. Не для тех самых деньков. Так, еще светленькими разбавим. Вот такое вот красивое кружево. Прозрачненькие, легенькие. Обожаю, обожаю. Обычные хлопковые стринги. Чуть-чуть с кружевом. Ну, хлопковые стринги, как я и говорила, это такой расходник, который должен быть. Похожие трусики уже были. Тут бесшовная часть. И сзади просто кружево. Так, черненькие чуть-чуть поразбавляю, чтобы было не скучно. Так, трусы, которых у меня много, с вот этими мотусками. Я их, по-моему, в всех оттенках просто взяла. Да. У меня такое тоже бывает. Вот такая вот красота. Тут все такое, как не атласное, но очень приятное. И кружево сзади. Шикарнейшие. Так, светленькими разбавим. Беленькие трусики. Полностью тоже прозрачные. Обожаю, опять же. Так, вот такие трусики. Высокие, хлопковые, удобные. Но тут вот это, вот, в тех, которые я ношу, начала расходиться. Так что, ну, не совсем вау. Еще одни нашла трусики. Ну, чуть другая модель. Красненькие от горя джинс. Прозрачненькие, со звездочками. Так, еще трусики. Вот такие. Тут верхняя часть, сеточка. Все остальное. Вот такая вот ткань, как в бесшовных трусиках. Так, девчонки. Дальше, что вам показать? Наверное, вот такие трусики. Обычные черные. Я всегда покупаю тоже их много разных. Ну, в принципе, они тут ничем особо не отличаются. Вот эти вот сделаны без швов. Тут вот есть швы. Ну, тут вот тоже есть. В общем, черные классические, ничего особенного. Так, синие уже такие были. Теперь вот такие же серые. Да, люблю я все такое. Обычные классические тоже серые, хлопковые. Видимо, также набором продавались, потому что у них три штуки начатых. Всегда нужны, всегда важны, всегда необходимы. Вот такие у меня завалялись. Розовенькие, красивенькие. И целая коллекция у меня, кстати, еще есть новогодних трусиков. Ну, как новогодних. Просто мне расцветки вот эти все понравились. И я решила, почему бы нет хлопковой трусы на зиму для дома. И накупила вот таких вот всевозможных расцветок. Некоторые я уже сейчас поняла, что дублируются. Но трусов много не бывает. Особенно хлопковых домашних. Пару стирок, хлопок. Приходит эта негодность. Начинают какие-то катышки образовываться. Мне это все начинает не нравиться. Я начинаю расстраиваться. Мне легче это все выбросить. Так, знакомая опять же модель. С вот такой вот сеточкой. Сзади кружева. Классненькие такие трусики. Сзади тоже кружева такое приятненькое. Партули, что у нас есть серенькие трусишки. Но тут вот это очень сильно давит часть. Поэтому они у меня давно не занижены. И как-то вот вторые я никак не начну. Бесшовные. Синие трусики высокие. У меня же все мало-мало. Так вот таких у меня тоже, наверное, это набор был. Потому что есть белые. У меня такое же сочетание цветов в использовании. Такие серенькие. Такие тоже, как лапшичка своеобразная. Белые хлопковые стринги сюда затесались. Тоже обычные. Ничего примечательного в них нет. По-моему, модис. Такие оранжевенькие стринги лапшичка. Далее. Вот такие синие, кружевные, полностью прозрачные. Одна из моих тоже любимых моделек. Спереди, по бокам. Но тут оставится она вот с этой стороны еще так укреплена. Я люблю такое. Гориа джинс. Вот такая вот красота. По-моему, очень и очень красивая. А где-то у меня еще стринги такие же есть. Должны бы были быть где-то тут, но нет. Так, вот такие тоже Гориа джинс со звездочками. Так, далее. Из Китая вот такие трусики. С такой сеточкой. Вот, наверное, их вот так вот лучше показывать. Трусики-стринги тоже были уже неоднократно показаны. Так, далее. Что еще у нас есть? Тоже вот такие трусики-стринги. Они, в принципе, у меня уже в других цветах продублированы. Так, трусики обычные. Все сеточки. С кружевами. Вот такие красивые просто. Китайские трусики. Шикарные. О, еще одни нашлись. Но тут уже нет на поясе блестяшек. Тоже Гориа джинс. Тоже со звездочками. Так, далее. О, вот как бы должно уже быть просто обыкновенной попой. Я же не могу толстыми пройти. Да, и эти тоже имеются. Как же я и мимо пройду. Не может быть такого. Так, с вот такими чуть-чуть другими. Матусками. Назовем их так. Вот такой комплект сетчатых трусиков с черной. С зеленой. Это из Китая. Они, по-моему, комплектом шли. Полностью сеточка. Это мои обожаемые. Я жалею, что я их еще не задублировала. Еще и еще. По-моему, сейчас я их не могу найти. Опять Донафан. Трусики. Стринги. С дырочку. Обязательный атрибут. Вот такие интересные трусики. Они сеточка. Но вот так вот красиво. По бокам еще расположены штучки. Так, уже были такие обычные трусы. Так, вот с такими матусками по бокам. Стринги. Вот это несуразная модель из Китая. Высокая такая. Которая очень красиво выглядит. Тут вот типа корсетик. Но на деле это вообще тряпка какая-то непонятная. Даже примерять не стала. Просто лежит хлопковая. Передняя часть. Сзади кружево. Любимые мои модельки. Девчонки, вот эта классная моделька. Спереди как бы такая шторка. А сзади бантик. Непонятное дело, что их не носить просто так. Вот лежат. Бурлеска. Вот такие трусы шикарные. Спереди сеточка. С такой вот рюшечкой сзади. Такое необычное кружево. Да. Красиво. Красиво очень. Так. Вот такие сеточки стринги. Вот так. Любимая моя моделька. С такой штучкой сзади. Кружево. Вот такие уже не раз в других оттенках мелькали. Так же, как и с вот такой штучкой. Тоже дубли трусов. Не знаю, зачем купила еще вот такие одни буквы Т. Вот такие не очень, скажем так, носибельные в повседневной жизни трусики с лямочками. Вот такая красота сетчатая. Причем, уже подходим к финалу. Такие трусишки. Ну, одно название от них. Трусишек. Вот этих также такие есть. То, что бантики интересно завязываются. Сердечки. В общем, девчонки, по-моему, одиночные трусы в запасах. Это все. Конечно, может сейчас я еще коробку найду. Но вроде бы все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Продолжение следует.